Барбекю-комплексы очень часто заказывают, ну и печи, соответственно. Кому-то охота выделить? Покойно смотрят. Это такое как монолитом? Да, в открытые очаги всегда стараемся завести с улицы. Сторюсь куда? Ну, с улицы, где с подвала, где с улицы. Вот этот внутренний радиус, и из него делался крючок. Еще приятнее, когда человек тебя зовет второй раз что-то делать. Всем доброго дня, с вами компания Печный Мир. Сегодня мы также находимся в Солнечной Бурятии, да, Виктор? Солнечная. Приехали в гости к Виктору Каневину, уже объект готов. Поснимать не получится процесс, но можно подснять, так скажем, уже готовые изделия. Виктор, приветствую. Хорошо. Расскажи о задумке о камине, то есть можно, что, я думаю, что, так скажем, затронуть, ну полностью функционал, там поддув, топку, обработку кирпича, то есть из какого материала делалось? Так, ну этот камин вообще долго-долго-долго был в зачатии, там буквально, ну, наверное, года полтора. Меня просили, делали знакомо. Здесь кирпич Кирово-Чипецкий лотос, ну и внутри, чтобы высечь, шамотный кирпич, да. Смесь здесь терракот, да, терракот, глина шамотная. На шамотном ядре у нас получается плетонит, огнеупор. Ну то, что можно еще добавить, да, вот лотос и терракот, по крайней мере, интересно смотрится. Если приблизить, сочетается, ну, так скажем, не кричащий. Да. Но опять же, под клиента кому-то охота выделить шов, да? Спокойно смотрится. Это такой, как бы, монолитом. Да, потому что здесь интерьер будет такой, здесь, ну, как бы, будет такая спокойная обстановка, и решили сделать светлый шов на светлом кирпиче. Но вообще, видел, у тебя еще работы были похожи, тоже с резным кирпичом. Да, есть. Подобный тоже лотос и светлый шов, да? То есть, нравится заказчикам? Да, да, заказчикам нравится именно вот контраст, то, что не бросается в глаза кирпич и шов. Про воздух. То есть, здесь есть задвижка? Да, здесь подача вторичного воздуха. Вот здесь у нас задвижечка стоит. Она, получается, выходит через отдушину. Через отдушину. То есть, она прямой на улицу уходит? Да, она выходит напрямую на улицу. Здесь отверстие, получается, в которое подается вторичное отверстие. Заказчика по желанию или сами предлагаете? Мы вообще в открытые очаги всегда стараемся завести с улицы. Вторичку, да? Ну, с улицы, где с подвала, где с улицы, где так получается. Ну, а в основном на стадии строительства, если, то стараемся завести с улицы. Либо с подвала. Ну, если мы, допустим, заходим на стадии уже готового, ну, то есть, помещения, готового дома, мы смотрим. Если есть такая возможность завести с улицы, заводим с улицы. Нет возможности завести с улицы, заводим уже с подвала. Ну, сырость, которая там образовывается, она начинает вентилировать, да, то есть, он уже подтягивает сюда. То есть, вроде как у нас погреб сухим встает, но меньше сырости. Температура там, если там хранят картошку или еще что-нибудь, она понижается, потому что подсос идет, он начинает с улицы. Вентилировать. Да, холодный подсасывать. Вроде как, ну, единственный минус, полы могут, наверное, немного похолоднее быть. Ну, как вытяжка получается. Да, 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 то есть, и как раз там заводим, заводим из подвала заводим. Но и плюс 3, получается, когда мы заводим с подвала, мы в доме, не через, ну, допустим, здесь деревянный дом, то есть, что он как раз со швов не начинает тянуть холодный воздух, то есть, дом не сквозит. Конструктив камина, получается, это классический, как бы, английский камин, да? Развернутый, да? Развернутый камин, да. Здесь у нас получается топка, зуб каминный. Наклон везде делаешь, в задней стенке? Зуб? Да, да, да. Ну, да, на каминах стараюсь. Ну, на открытых именно, на закрытых не делаю вообще. На закрытых каминах делаю газовый порог, получается, просто, как бы, несколько рядов выдвигаю. На каком уровне? Крайний. На выше, получается, да, где-то сантиметров 20 от вот этой точки арки, от нижней. Ну, и здесь, соответственно, как зуб, так же. Зуб тоже, ну, сколько там, на 10-12 сантиметров, и всегда выше поднимаю, ну, когда больше. А труба? В пятерик? В шестерик. В шестерик делаешь всегда. Запасным? Да, если, допустим, вот, 750 именно, да, то всегда делаю в шестерик. В 750 и более, если шириной порта, всегда делаю в шестерик. Но, по сути, на усмотрение заказчика, там же задвижка поворотная или открытая? Нет, задвижка герметичная. Именно герметичная задвижка стоит. Я поворотки никогда не ставлю. Ну, ставлю на каминные поворотки, но наверху все равно основная задвижка стоит. Ну, чтобы не высасывал, не подсасывал. Да. То есть через такой портал очень много тепла уйдет, если, допустим, зимой задвижку открыть, он, в общем, махом все тепло из дома высосит. Обрабатываете сами на объектах? Обрабатываем сами на объектах. Когда сами на объектах, когда дома, когда пилить нельзя на объекте, обрабатываем, получается, дома. Здесь не так много получается внутренней радиусы. Везде внутренний радиус. И арка. Получается двухконтурная арка. Двойная. То есть вот первый контур, вот второй контур. Сначала делается клин, потом он запиливался буквой Т. То есть здесь прячете, да, чтобы стык по следу? Да, всегда прячет. Здесь и здесь получается. Ну, а вот этот уже, получается, снимался, вот этот внутренний радиус, и из него делался клин. Из него делался клин. И вот этот кирпич буквой Т, то есть он сюда заходит, на этот кирпич, и на этот кирпич заходит. А клин как рассчитываете на арку? Сейчас вообще, вот я недавно открыл для себя программу. Ками-центр? Да. Мы тоже туда пользуемся. Как бы сказал один наш очень хороший друг, я открыл эту программу для себя, и как бы я уже по ней рассчитываю арки. И арки рассчитываю, и всегда вот, единственное, там вот получается, в середину всегда приходит замок, один клин. Ага, всегда как-то, ну, когда арки рассчитываешь, и можно уже сделать какую-то корону, ну, или что-то такое. Ну, как бы просто. Совпадает, то есть в размер взял? Да, да. А сложные арки там, или именно вот полуциркульные, то есть это же полуциркульные, правильно? Да. То есть а трехцентровые там тоже рисуются? Конечно. Любая арка там получается лучковая, трехцентровая, классическая, трехцентровая с заданным радиусом, полуциркульная, любой арки. То, что раньше тоже вот кружало, потом там вырисовываешь. Нигде не найдешь в интернете расчет арок. Вот только вот эта программа. Помогает? Да. Ну, сделали хорошее дело. Я как бы познакомился с этой программой, мне вообще очень понравилось. И я, ну, постоянно теперь всегда пользуюсь. Ну, а вообще вот сейчас мы, да, в УЛАНУДе находимся. То есть какие-то особенности есть? Не знаю, менталитет или еще чего-то? Да нет, колорит только. То, что когда у вас, как, допустим, когда растапливаете, ну, там какой-то очаг печь или либо же камин, барбекю, вы как, ну, заказчики, как вообще у вас это все дело происходит? Затопил деньги и отдали на люди. Так, а у нас обязательно, у нас вот, если, допустим, буддисты, да, они всегда принесут там белую пищу, там молоко, ну, соответственно, алкоголь побрызгают. Ну, вот это вот у нас вот развито именно вот это вот. То есть именно на запуске есть обряд, ну, как, типа, обряд, да, побрызгать? Да, и как бы люди побрызгать, покапать, кто, как говорит у нас. Ага. Чтобы работала, чтобы радовала, не ломалась. Ну, богам, богам. Как бы это печенье, некоторые конфеты приносят, все это в огонь бросают. А, именно сжечь, молоко, обязательно молоко. Ну, как бы у нас вот так принято здесь, в Бурятии. По опыту, по-своему, сколько занимаешься печами? Уже в 12-й год. В 12-й год. В 12-й год. А кто учил, откуда? А вообще история моей, как сказать-то, карьеры, да. Получается, тесть у меня, ну, кладет печи, ну, не профессионально, но кладет. Он меня, как бы, ну, мне надо было печь другу сделать, да. Ну, я бы попросил, давай сделаем, давай, ну, будешь помогать. Что я помог, там, еще одну печь мы с ним сделали. Ну, как бы мне понравилось, и потом просто получилась такая ситуация, то, что мне нужно было дома себе сложить печь. А была уже осень. Ну, сентябрь, ребенок маленький, и как бы нужно было действовать, короче, мгновенно. Я сложил печь. Сам один? Да, сам один печь сложил, и эта печь до сих пор работает. Ну, правда, не такая, конечно, там суперровная, суперкрасивая, но первая печь. А потом, как бы, друзья, товарищи, родственники, и пошло. И понравилось, заболел, и, как бы, ну, на данный момент я ничем не занимаюсь другим, кроме кладки печей. А сезонность, как вообще переходишь в зиму? Когда, когда, как. Когда, как получается, когда у нас, вот позапрошлый год, прям зима, вообще вся занята была. Ну, мы, получается, если объекты какие-то на зиму берем, мы не торопимся. Ну, то есть, такие объекты, которые можно делать, там, допустим, в тепле. Пушки, либо же, там, ну, какие-то обогреватели, температура плюсовая в помещении. Друга стараемся, конечно, уже оставить, ну, а потом. Этой зимой, прям, мы, получается, декабрь, поработали, январь-февраль у нас был. Отдыхали? Отпуск, да. Отдыхать тоже надо. Ну, конечно. В конце марта, ой, в начале марта начали, получается, вот этот камин. Ну, так, как делали друзьям, делали его до конца, практически мая. Потому что появился объект, мы все собрали, уехали, потом приехали, опять поделали, поделали. Объект появился, опять уехали. Ну, вот так вот. Ну, и закончили, сделали. Сколько времени уходит на такую работу? Вообще, вот, да, у меня, у нас был, получается, резной камин из лотоса именно тоже. Ну, там, немного он другой. На него ушло порядка трех недель. Порядка трех недель. Ну, там еще, здесь, получается, только внутренний радиус, там еще наружный радиус был. И там, получается, вот так же, вот такой же круглый кирпич был. Но арка была лучковая. То есть, тройник, углы были. Арка была попроще получилась. Здесь, по сожалению, да, попрощена. Много клиентов подобное худо? Да, да. То есть, понравилось? Смотря на то, что этот кирпич самый, как бы, дорогой. И желающих очень много. То есть, в прошлом году лотоса прям брали очень много. Вообще, работаем в основном с кемой, с кирово-чапецким кирпичом. С местным стараемся работать. Стараемся дать заказчику больше, ну, как бы, больше качества, больше того. Ну, местные, да, это не то пальто. То есть, местные, как правило, на обычные печи, там, не хотелось говорить, там, бабушкам, дедушкам, но порой выходит так, что... И качество, может, оно для печей, ну, там, чтобы их под покраску... Ну, я, допустим, вообще больше тогда склоняюсь к КЗ, тогда, если, допустим, Иркутский нормальный бюджетный кирпич, да? Ну, хоть керамический. А здесь они... А здесь шлаковый. Шлаковый. Ну, я не знаю, я вот по-иркутску смотрю, у вас беру, да, прям РБЖ вот этот наш. Он пользуется спросом, по крайней мере, кому-то нравится. Ну, куда-то в забутовку, допустим, грубо говоря, вот сюда, да, внутрь. Здесь, получается, фундамент был ниже основного пола, по-моему, рядов на шесть. Поднимали? Да, мы обходили балки, потому что обходили балки, до балок залит был фундамент, делали демпферные швы, ну, везде зазоры, и поднимали, получается, уже черновым кирпичом. И дальше уже шутка. То есть, под усадку эти все зазоры, да? Да, да, потому что смысл-то туда угонять лотос, где не видно, где он не нужен. Ну, а как бы с лотосом у нас, я вообще не видел, у нас, ну, в Бурятии. Сработают? Ну, работают, но чтобы кто-то заморачивался его точить. Как по обработке, кстати, кирпич? Очень тяжело. Очень тяжело. Ну, он один из твердых, получается? Ну, он самый твердый. Вот как-то красный и темный шоколад, они мягкие, они обрабатываются вообще изумительно. Прямо прогнал на станке, наждачкой прошелся, ну, все, вот тебе готовые кирпичи. А здесь прям приходится приложить усиленный инструмент, соответственно, инструмент на нем летит. Чашки летят, конечно, внутренний радиус именно выбираешь, допустим, пару таких объектов, все, чашки нет. Здесь вообще в плане изначально было еще вот так вот углы срезать. Да, ну, то есть с таким же зайти и... И вот здесь, да, здесь получается вот так вот углы срезать. А почему они стали? Потому что заказчик пришел, сказал, так оставьте, так красиво. И я как бы был за то, что, ну, сделала... Ну, оно, так скажем, немного такую дает форму, там, как у женщины, так скажем, это с сужением талии появляется. А здесь, грубо говоря, было бы еще полкирпича, да? Мы могли бы вытащить этот камин еще на полкирпича. А вообще отношение к каминам, много ли камина заказывать именно открытых, там, для... Это же в сон для красоты, это пицца, а эти у меня топишься. Ну, это эстетика и, как бы, лучистые тепло, то, что ты сидишь, смотришь на огонь. Заказы идут такие? Да, заказы есть, заказы, ну, заказов достаточно-таки мало, но вообще останавливаются на каминах единиц. На самом деле, что думаешь о каминах? Что думаю? Ну, именно нужная вещь или это все-таки такая роскошь? Да, больше роскоши. Для роскоши? Больше роскоши, да. Ну, а где-то переубеждать приходится клиенту, допустим? Приходится. На что переубеждаешь? На каминную печь. Каминную печь. Каминную печь. То есть, чтобы обогревала и так же огонек можно было видеть. Да, да. Это уже тоже особенность помещения, как бы, если ты, допустим, вот в этом углу каминную печь, она будет отапливать только это помещение. Среди смысла практически никакого-нибудь. Изначально, вот когда работа, да, вот, рабочий процесс идет, заказчик ходит вообще без эмоций. Вообще без эмоций. До какого уровня? Ну, до уровня пода. До уровня пода. Ну, вот здесь, вот, в данном случае до уровня пода заказчик ходил вообще без эмоций. Потом уже, когда появилась арка, уже, когда появилась полка, да, там дальше уже, как бы. Как это проявляется? Подпрыгивает ходит потом, нравится? Ну, некоторые там бахают, охают. Ну, того какие эмоции. Еще приятнее, когда человек тебя зовет второй раз что-то делать. Вот у нас есть заказчик, мы ему сделали три объекта. То есть, камин сделали, барбекю комплекс сделали и банный портал сделали. А как формируешь цену на работу? Ну, вообще, исходя из складки кирпича. Количество кирпича? Количество кирпича, но если какие-то, допустим, арки, полки и что-то такое, там уже возвращается. Да, конечно. Как за изделие или как так же поштучно? Как за изделие? Ну, точонку, допустим, поштучно. Ну, то есть, грубо, чтобы, допустим, не сориентироваться, да, как клиенту, допустим, ты говоришь, сколько такого кирпича, то есть он по одной цене, если точеный, он по другой цене, и, соответственно, из сметы, там, если она есть, то есть ты уже можешь высчитать стоимость и понимать, потому что бывает же, то есть охота понять, сколько стоит, но кто-то до последнего тянет или еще как-то, а ты тут бац, 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 тут же. Нет, такого у нас никогда не бывает, то есть у некоторых еще есть такие моменты, когда в процессе работы что-то, как бы, ну, добавляется, прибавляется, заказчик, допустим, хочет как-то сделать по-другому, и, ну, вот эти моменты, конечно, решаются в процессе работы. А когда, допустим, да, допустим, грубо говоря, у нас есть, ну, либо проект, либо картинка, да, мы все это обдумываем и говорим и уже называем заказчику цену. И эта цена, она, получается, в процессе работы никак не изменится, то есть она в конце останется такой же ценой. Но если клиент не поменял, получается, никаких не внес, то мы уже оставляем цены такой. Сколько человек работает? Вообще работаем вчетвером, как бы два уже практикующих, один уже кладет и один ученик. Ученик. Два ученика, вот эти, получается, они оба скурс прошли в печном мире. То есть сейчас курсы же ты как раз преподаешь и оттуда уже берешь людей. Да, я смотрю, я смотрю на человека, если, допустим, человек подает какие-то надежды, можно его учить. Ну и сами просятся. Вот эти курсы там уже все прям хотят. Все хотят. А возишь по объектам, ты по своим показываешь? Да, получается, на прошлые курсы мы на объекте собирали печку. А, ну то есть тут же она остается, она не разбирается, потом грубо сделали, оставим. Ну это удобно. Я себе объект веду и как бы там уже с людьми договариваешься. Ну если человек, конечно, не против. Заказчик, если заказчик. Вообще трудно сейчас найти заказчиков, кто будет там, допустим, постороннего человека себе в дом пустил. Тем более 5 человек, там или 6, да? Да, 7. 7. Там, я говорю, мы приехали на объект, там каждый на машине, ворота открыты. Ну туда-сюда же ходишь, там инструмент, материал. Соседи думали, что там кто-то умер, приходили, смотрели. Ну вот так вот. Ну нормально отработали, печь стоит, печь топится, как бы все замечательно. На эти курсы мы как сделали? У нас получается в вечернее время теории, каждый день, будние дни, с понедельника по пятницу. И суббота, воскресенье мы чисто на практике. С утра, ну, магазин открывается, мы приезжаем в цехи, собираем отопительно-варочную печь. Два дня, вот мы получается собирали, ну вот в субботу, в воскресенье. Проект они не видели, то есть порядовок не было. Вчера им показал порядовки, ну дал порядовки, правда другой печи колпаковой. Мы сейчас собираем канальную, там колпаковые. Они уже поняли, что они сделали. То есть они посмотрели на порядовки, и у них уже есть понимание. Они прям такие, вот, да, вот так осталось столько-столько. Ну, хочу что-то, как бы, сделать. Не просто отопительно-варочную печку хочу поднять, там, закрытую, варочку с ними сделать, попробовать. Ну, такое. То есть элементы уже художественные доработки. В Бурятии комплексы, печи, камины, на что больше спрос? Что люди хотят? Вот это я, знаете, как скажу, у нас как-то сезонными, сезонными. Когда-то, прямо у нас в прошлом году две русских печки было. Три было, одна, ну, с одной не получилось, две мы сделали. В этом году ни одной. В позапрошлом году ни одной. Барбекю комплексы очень часто заказывают. Ну, и печи, соответственно. Камины тоже редко. Кто сдал объекты, вы же, наверное, даете инструкцию, как пользоваться? Конечно. Послушайте, что по топке все. Чтобы гореть трубу надо, то есть это все. Это тоже, видите, это тоже работает очень редко, потому что есть заказчик, вот, допустим, он по шесть часов топил печку в прошлом году. Вот он приходит в шесть вечера домой с работы. Все они приходят, семья. И он кочегорит печку. Весит градусник, пока на градуснике 25 градусов не стал, он не перестает это пить. Вот такие заказчики. Ничего, потом работает печь? Трескается. Трескается. Конечно, перетапливает. Мы стараемся, как бы, все печи армировать. Так, ну что, наша встреча, наверное, уже, можно сказать, подошла к концу. Посмотрели, да, Виктор один из передовиков здесь, в ОЛНД, тоже, я понимаю, есть хороший опыт. Спасибо, что пригласил на объект готовый. Спасибо, что приехали. Посмотрели, я думаю, что, ну, кто смотрит, понравится. Может, какие-то для себя подчеркнут, да, нюансы в обработке, там, или в цвете, то есть в сочетании смеси и кирпича. Давай, Виктор, тебе развиваться дальше, и ОЛНД, я думаю, что тоже, ну, я уже, мы снимали Сашу, говорю, что да, развивается, то есть ОЛНД на уровне встает. Я думаю, что как раз вот за счет ребят, кто старается, да, не повторяться, делать что-то новое, печное дело будет тоже развиваться, и клиенты будут видеть хорошие работы, и печеньки будут получать хорошие заказы, как раз вот такого уровня, высокого. Ну, и вам спасибо, то, что есть магазин, то, что можно приехать, приобрести качественный, хороший материал, и все в одном месте, как бы. Ну, стараемся, как раз, чтобы это было удобно для печеньков, чтобы, да, это была такая вот слаженная работа, совместная. Угу. Ну, все, всем спасибо, что смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментарии. Ваш печной мир. Субтитры сделал DimaTorzok